В этом видео мы с вами сделаем две очень полезные вещи. Первое, мы посмотрим, как мы копируем один модификатор с одного объекта на другой. А вторая важная вещь, мы рассмотрим модификатор Bevel, который носит название скос или фаска. Этот модификатор находится у нас в настройках модификатора, если раскроем данный список, вот здесь в верхней части. Он является достаточно важным, и не забывайте, чтобы делать модели более реалистичными, нам необходимо делать скосы, фаски, и про них нужно не забывать. Также, если мы с вами выделим данный меш-объект и перейдем в режим редактирования, то в режиме редактирования у нас доступен одноименный инструмент под названием Bevel. Сейчас вся геометрия выделена, и если мы сделаем скос, вот такую фаску, то мы уже далее получим доступ к настройкам меню последней операции. И посмотрите внимательно вот на эти настройки. Они практически точно такие же, как и у модификатора. И вы зададитесь вопросом, а почему мы не можем использовать сразу инструмент, а должны пользоваться модификатором? Дело в том, что данный инструмент Bevel является разрушающим, то есть он изменяет геометрию, и далее мы уже не сможем откатить действие назад, то есть вернуться к первоначальному варианту данной геометрии. Но вы спросите, что у нас есть команда отмена, да, она у нас есть, но если мы, например, уже что-то намоделировали, то в результате мы не можем с вами вернуться к первоначальной вот той геометрии, которая нам была нужна. А модификатор Bevel позволяет нам это сделать, так как модификаторы являются неразрушающими, и мы в любой момент можем удалить данный модификатор. А также мы можем избирательно указывать внутри данного модификатора, какие вершины или ребра должны быть скошены, а какие нет. Это достаточно удобно. Вот как раз давайте познакомимся с этим модификатором поближе. А теперь давайте посмотрим, как мы можем скопировать модификатор с одного объекта на другие. У нас сейчас в сцене присутствует три объекта, три кубика. Мы находимся в объектном режиме. Давайте выделим вот этот кубик и добавим ему модификатор, любой. Переходим в модификаторы и добавляем модификатор под названием Bevel, скос. Давайте перейдем в настройки данного модификатора и подвигаем вот здесь параметр, отвечающий за величину фаски. Это нам нужно, чтобы мы лучше видели работу данного модификатора. Теперь давайте посмотрим вот сюда. Вот здесь у нас имеется специальная стрелочка, если мы по ней щелкнем, то мы найдем здесь специальный пункт под названием «Копировать модификатор с активного объекта на все выделенные объекты». Ну и соответственно видим предупреждение. Давайте как раз это сейчас и сделаем. Мы сейчас выделим с вами все эти объекты и произведем данную операцию. Как это делается? Прежде всего давайте выберем вот этот кубик, щелкаем по нему. Далее зажимаем клавишу Shift, держим, не отпускаем. Щелкаем по второму объекту и по третьему, на котором находится модификатор. Вот этот объект отличается по выделению от остальных и он является активным. Есть такое понятие «активный объект в блендере». Вот теперь, если мы перейдем в модификаторы и щелкнем вот по этой стрелочке, то вот этот пункт у нас уже будет подсвечен. И если мы выполним эту команду, то мы как раз скопируем модификатор с активного объекта на все выделенные. И получим вот такой результат. Теперь модификаторы будут присутствовать и у других объектов. И он уже настроенный. Давайте отменим действие, нажмем Ctrl Z и сделаем немножко по-другому. Сейчас все это выделено и подсвечено. Вот этот объект является активным. У нас имеется специальное сочетание клавиш Ctrl L. Чтобы получить доступ к этому меню, мы можем зайти в пункт меню Object, найти вот специальный пункт меню и здесь есть команда «Копировать модификаторы». Давайте воспользуемся горячими клавишами, нажимаем Ctrl L и выбираем пункт «Копировать модификаторы». Это в принципе одно и то же, что мы сделали вот здесь. Есть еще один очень интересный способ. Давайте нажмем Ctrl Z – отмена. Смотрите. Снимите выделение со всех объектов. Если мы с вами перейдем в Outliner вот сюда, то у нас здесь находится список всех объектов в сцене. И посмотрите внимательно наличие вот этого гаечного ключа у этого кубика. Это говорит о том, что у него вот здесь присутствует модификатор. Если мы с вами схватим этот модификатор и перетащим его зажатой левой кнопкой мыши на другой объект в Outliner, вот например, вот так, мы также можем с вами скопировать данный модификатор на другие объекты. Это тоже один из вариантов. Учитывайте и используйте разные. Ну а теперь давайте перейдем к рассмотрению данного модификатора Bevel Skos. А теперь давайте посмотрим на настройки модификатора Bevel. У нас в сцене присутствует вот такой кубик. Он сейчас выделен и подсвечен. Если вы изменяли масштаб объекта в объектном режиме, то обязательно примените масштаб перед тем, как будете добавлять модификатор. Переходим в модификатор и находим модификатор Bevel. И он сразу начинает работать. Дело в том, что мы сейчас с вами видим скошенные вот эти ребра данного кубика. Мы можем изменить это. Дело в том, что в настройках модификатора мы можем указать, на что именно будет оказывать эффект данный модификатор. Сейчас горит ребра. Можем выделить кнопку вершины. И тогда будем получать скосы у вершин данного кубика. Вернем ребра. Когда мы задаем скос, делаем эту фаску, наша основная задача именно управлять этой фаской. Задать ей нужную ширину. Также помимо ширины сделать так называемое скругление этой фаски и дополнительно определить форму. Вот давайте сначала разберемся с шириной. Чтобы изменять ширину данной фаски, у нас имеется специальный здесь параметр Amount. Так называемая величина фаски. Двигая вот этот слайдер, мы будем определять в некотором смысле ширину этой фаски. Помимо этого мы можем сделать и так называемое скругление. У нас есть пункт, отвечающий за сегменты. Если мы начинаем двигать вот этот слайдер, то мы будем увеличивать здесь количество ребер. В результате будем получать такие скругления в данный момент у кубика. Чтобы вернуть здесь параметр по умолчанию, правой кнопкой сбросить значение по умолчанию. Вот здесь в выпадающем списке мы можем выбирать различные типы. Сейчас стоит параметр Offset. То есть количество задает смещение новых ребер от исходных ребер. Вот это количество это не что иное, как вот этот слайдер. То есть у нас есть разные варианты, как именно мы можем задать ширину этой фаски. Если мы будем наводиться на различные вот эти списки, то у нас будут появляться подсказки, как, что работает. Также не забывайте про документацию. Там это очень хорошо все прописано. Ну давайте просто визуально это посмотрим. Если мы перейдем в режим редактирования и убедимся, что у нас активно вот эта кнопочка отображать модификатор в режиме редактирования, то мы можем с вами видеть следующее. Вот здесь у нас представлено с вами ребро первоначальной геометрии. И стоит тип смещения. Вот этот слайдер, когда мы будем его двигать, он будет задавать смещение в эту сторону и в эту сторону от данного ребра. Если же мы, например, с вами выставим параметр вот здесь просто ширина, то будет использоваться так называемое количество, задает ширину новой граней. Вот здесь образовалась новая грань, и вот этот слайдер будет отвечать вот за эту грань, когда мы будем его двигать. То есть за ширину этой фаски. А вот глубина – это достаточно интересная вещь. Если мы выставим параметр глубина, то мы уже с вами будем задавать вот это количество, задает глубину фаски по перпендикуляру к исходному ребру. То есть если мы пропустим вот здесь линию перпендикуляра вот к этой грани, к этой фаске, то как раз двигая вот этот специальный параметр, мы будем управлять вот здесь, вот этой глубиной в данный момент. Здесь есть разные варианты. Просто учитывайте это, когда будете создавать эту фаску. Но по умолчанию используется именно смещение. Ну и не забывайте про документацию. Теперь нам нужно посмотреть следующее. Как мы с вами определяем так называемый лимит? Дело в том, что мы с вами сейчас применяем в некотором смысле слова данный модификатор по лимиту угол. Сейчас здесь стоит именно угол. Создать фаски только на достаточно острых углах между гранями. И стоит 30 градусов. Если, например, выставим 90, то фаска будет отсутствовать. Сбросим это значение по умолчанию. Здесь есть несколько вариантов. Мы можем поставить параметр none. Создать фаски одинакового размера на всем меше. Также мы можем создавать фаски, ориентируясь на вес. То есть использовать вес фасок для определения размера фаски на ребер. Это мы сейчас обязательно рассмотрим. Ну и дополнительно можем применять все это дело к группам вершин. То есть использовать веса группы вершин для определения необходимости создания фасок вершин или ребер. Это все достаточно важно. Это как раз и определяет там, где нам нужны фаски, а там, где они нам не нужны. Вот как раз давайте посмотрим, как работает вот этот параметр, отвечающий за вес фаски. А теперь давайте взглянем, как работает лимит по весу. Вместо угла ставим вес. И переходим в режим редактирования. Убедитесь, что у вас горит вот эта кнопочка «Отображать модификатор в режиме редактирования». Теперь в режиме редактирования нам нужно активировать кнопку выделения ревер и выбрать те ребра, которые нам необходимы. Или ребро. В данный момент я выберу вот это ребро. Просто по нему щелкну. Чтобы изменить вес данного ребра, нам необходимо перейти в боковую панель. Для этого нажимаем английскую буковку N или щелкаем вот по этой маленькой стрелочке. Отображаем боковую панель и переходим в вкладку под названием «Item». Здесь внутри этой вкладки у нас встречают два слайдера. Верхний слайдер отвечает за вес вершины, используемым модификатором фаска. А вот ниже слайдер то, что нам нужно. Вес ребра, используемым модификатором фаска. Сейчас стоит 0. Поставим единичку. И посмотрите, как сразу видны изменения. То есть скос у нас происходит только там, где у нас есть измененный вес. При этом мы всем этим можем управлять. Если перейдем в настройки уже модификатора и подвигаем слайдер, вот здесь величина фаски, то можем его как раз задать. При этом обратите внимание, что когда мы создаем фаски, мы можем управлять профилем. Это делается вот здесь, в специальном выпадающем списке, вкладке. Здесь у нас сейчас стоит супер-эллипс и есть слайдер, отвечающий за форму профиля. Стоит 0.5. Если мы начнем сейчас его двигать, то ничего не происходит. Это связано с тем, что у нас с вами мало сегментов. Стоит единица. Нам их нужно больше. Выставляем больше и уже это начинает работать. Еще больше и так далее. В результате мы можем создавать ту форму фаски, которая нам будет необходима. Чтобы сбросить параметр по умолчанию, правой кнопкой сбросить значение по умолчанию. При этом помимо вот этого слайдера у нас есть возможность переключиться на создание кастомных своих пользовательских таких профилей. Здесь можно управлять кривой. Или выбрать те пресеты, которые здесь имеются. Давайте выберем, например, в виде ступенек. Чувствуете, что не хватает количества сегментов? Увеличьте их. В результате мы можем создать и вот такие ступеньки. При этом все это создано с помощью модификатора. И нам никто не мешает всем этим управлять. Ну а если нужно будет применить вот то, что мы с вами сейчас видим, то переходим в объектный режим и применяем данный модификатор. И мы закрепим все это в виде геометрии. Просто обратите на все это внимание и обязательно не забывайте читать руководство пользователя по блендеру, где про это все написано более подробно. Ну а теперь давайте посмотрим на еще один параметр, который достаточно важный, связанный с геометрией. Это так называемый с миттером и дополнительно с параметром под названием Clump Overlap, который предотвращает самопересечение. Здесь внутри данного модификатора есть еще пункт, отвечающий за шейдинг. Если будут проблемы именно с затенениями, то необходимо вот здесь поставить галочку Harden Normals и дополнительно в настройках данных объектов в нормалях поставить галочку Auto Smooth. Но в этом видео мы эти вещи рассматривать не будем, так как с ними мы познакомимся немножко в других, так как это нужно рассматривать чисто на примерах. Ну а теперь как раз давайте посмотрим на некоторые дополнительные еще настройки, связанные с этим модификатором. А теперь давайте посмотрим на очень важный параметр, который находится в геометрии внутри модификатора Bevel. Он носит название Clump Overlap, или так называемый ограничитель. Ограничить ширину для избежания наслоений, то есть самопересечения. По умолчанию этот параметр включен. Если мы с вами сейчас начнем двигать величину фаски, вот этот специальный слайдер, то мы будем с вами как бы утыкаться в определенный момент. То есть нам не позволяет вот этот зажим продолжить и получать самопересечение. Но при этом этот параметр мы можем здесь изменять. Если мы вот, например, здесь наизменяли какое-то значение и отключим эту галочку, то в результате можем получить вот такой интересный результат. Конечно, все это можно использовать для glitch art, но про это нужно не забывать. То есть, когда мы снимаем здесь галочку, мы можем продолжить данное движение. И при этом у нас, посмотрите, получается вот это наслоение и самопересечение. Ну а включая здесь галочку, соответственно, будем получать именно вот это ограничение. Обратите на это внимание, это достаточно важно. Ну а теперь давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с так называемым миттером. Ну а в конце видео уже посмотрим снова, как работает индекс материала на примере бевела. А теперь давайте как раз посмотрим, как работает параметр, связанный с миттером. У нас с вами вот здесь сейчас представлена видоизмененная геометрия кубика в режиме редактирования. Я специально это сделал за кадром. Переходим в объектный режим, просто в объектном нам будет удобнее работать, и добавляем заново модификатор Bevel. Немножко его настроим. Добавим 4 сегмента, ну и дополнительно немножечко подвигаем параметр, отвечающий за величину фаски, чтобы нам было удобнее работать. Теперь раскрываем вот здесь список, отвечающий за геометрию, и находим параметр, отвечающий за миттер. Сейчас у нас здесь стоит внешний и внутренний миттер, острый. И это мы очень хорошо здесь сейчас видим с вами. Давайте посмотрим вот на этот фрагмент данной фаски. Сейчас мы параметр шар поменяем на заплатку. В результате вот эта часть будет представлена вот такой сеткой из четырехсторонних полигончиков. Мы можем поменять это на другой тип, например, на дугообразную, то есть на арку. Посмотрите внимательно, какой результат мы получим. Или вернуть на место, остро. При этом мы можем с вами и управлять так называемым внутренним миттером, вот здесь. Сейчас стоит остро, можем поставить арка. Посмотрите внимательно, как сейчас здесь все представлено. И дополнительно у нас появляется слайдер размер соединений внутренних углов, который мы можем подвигать. Вернем на остро. Помимо этого, когда мы с вами создаем фаски, вот эти части мы можем с вами представить либо в виде заполненной сетки, либо сделать так называемый вырез. Выбрать здесь пункт, отвечающий за параметр cutoff. Обратите тоже на это внимание. Ну и дополнительно давайте посмотрим, как работает индекс материалов. Если мы раскроем вкладку шейдинга, то у нас здесь как раз представлен индекс материал. Сейчас равен единице, минус единице. То есть используется тот же материал именно соседней граней. Давайте добавим материал данному кубику. Перейдем в настройки материала. У меня здесь уже есть три материала, которые я добавил. Теперь мы с вами отобразим материал превью, предпросмотр материалов. У каждого материала есть свой индекс. Вот сейчас вот этот материал имеет индекс 0. Вот этот единица, вот эта двойка. Соответственно, мы можем с вами выбрать тот материал, который мы хотим использовать в качестве фаски. Если будем выбирать единицу, то у нас будет красный, двойка зеленый. Давайте как раз в этом и убедимся. Перейдем в настройки модификатора. Найдем индекс материалов и поставим единичку. Будет красный, а двойка зеленый. То есть вы можете разными способами представить эти фаски разными материалами, то есть которыми вам нужны, отличным от остальных граней, которые данная фаска не затрагивает. Обратите тоже на все это внимание. Это достаточно бывает полезно при работе. Ну на этом все. В будущих видео мы более подробно познакомимся с различными модификаторами, ну и рассмотрим некоторые их особенности.